Ребята, вы не поверите, но мы решили снять детектор лжи с бывшимся их больным и его бабушкой, которая его туда поместила. У Саши шитофрения. Я с Сашей с своим разговаривал, а меня почему-то закрыли. И расскажи, пожалуйста, ты боишься свою бабушку? Да. Да, и это правда. Я не понимаю, почему он меня боится? В смысле вы не понимаете? Я растила его с самого рождения. В чем? В геоатрической больнице его растили? Нет, ну... Он уже делал там 2,5 года. Подождите. Когда-то был в психиатрической больнице, над тобой там издевались врачи? Да. Ребята, не буду долго ему солить, смотрите. Вот это люди, которые выложили прошлую новую рубрику с няней. Смотрите, просто их аккаунты с большой аудиторией, которую они получили. Смотрите, их просмотры. Вот они все. Ребят, а кто выложит детектор? Детектор, как мы говорили в прошлый раз про няню, наберет много. Также это новая рубрика, ее еще никто не выкладывал. Кто выложит первый детектор, у вас будет столько же подписчиков, как показывал Вадим, и столько же просмотров. Не упустите, сделайте это первыми. И у кого набирают 1 миллион, мы кидаем 2000 рублей. И не пишите, что вы мне не кинули, не кинули. Ребят, мы кидаем только очень много людей, у кого набирают миллион. Мы кидаем и по очередности. Ребят, давайте. Начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Парадигма. Меня зовут Сергей. Меня зовут Вадим. И сегодня мы хотим узнать всю правду у бабушки Юры. Если вы помните еще такого. Друзья, я сейчас напомню, это мальчик, которого мы вытащили из психиатрической больницы, которого бабушка засунула в психушку. Я с Сашей с своим разговаривал, а у меня почему-то закрыли. Я не знаю почему. Они не видят, я не знаю почему, они не понимают. Саша, это друг мой. Друзья, давайте спросим прямо у них. Вы помните все Юру? Юра, привет. Привет. Здравствуйте. Можно я вот задам один вопрос, как он интересен всем зрителям, вот перед самым началом. Зачем я это сделал? Потому что я устала от Юры. Он меня не слушался. Он грубил меня. Я не хотел вообще со мной разговаривать и общаться. И у меня не было выхода. Я не могла отправить его куда-то в санаторий или еще куда-то, потому что у меня не было денег. Вы согласны на то, что это будет выложено и что сейчас мы будем проверять вас на интернете разрешения? Вы берете за себя ответственности? Берете то, что сейчас делаете? Да, я согласна и беру на себя ответственность. Юр, ты согласен? Да, я согласен. Что ты сейчас будешь что-то будет выложено на сети? Да. Ты боишься? Нет. Ты крепкий, хороший парень. Я думаю, надо приступать. Поэтому, ребята, приятного просмотра. А также с нами человек, который работает с деталью лжи уже долгий срок. Сергей. Всем привет. Он снова помогает нам в проверке. Вы говорили что-то про то, что запрещено проверять психиатрически больных и так далее людей. Вы знаете, да, есть определенные особенности, но мы как бы выяснили о том, что Юра выздоровел. Человек, у него есть правка, все остальное, он не был больной. Вот именно поэтому я, в общем-то, и согласился на эту проверку. Ну, посмотрим, что получится. Начнем. Алкоголь, таблетки сегодня какие-то пил? Нет. Хорошо. Вот так. Это датчик. Рассказываю, как будет происходить вся наша дальнейшая процедура. Когда я буду задавать опросы, они будут все сформулированы односложно. То есть, отвечать на них нужно будет, да или нет. Непонятных опросов тебе не будет. Если что-то непонятно, ты сразу говори. Мне вопрос непонятен, я не знаю, как на него отвечать. Представлен список вопросов, которые необходимо Юре задать. Ну, для начала я задам некоторые простые. Для того, чтобы настроить полиграф под организм Юры. Посмотреть, насколько он адекватно реагирует на поставленные вопросы. И насколько вообще возможно проводить с ним проверку с учетом того, где он был паницелетал. Хорошо? Так, Юр, скажи, пожалуйста, ты готов? Да, готов. Итак, отвечаешь, не двигаясь, не шевеляйся, смотришь прямо перед собой, да или нет. Тебя зовут Юра? Да. Тебе действительно 18 лет? Да. Да, все это правда. Юр, скажи, пожалуйста, ты боишься процедуры проверки? Нет. А вот здесь вот я уже вижу некоторые отклонения, поэтому считаю, что не совсем правда. Ну, в принципе, логично то, что все пугаются. Да, это стрессовая ситуация, я с вами абсолютно согласен. Переходим к сути дела, те вопросы, которые перед нами поставлены. Юра, скажи, пожалуйста, ты действительно какое-то время находился в психиатрической больнице? Да. Правда? Да, я была вынуждена его отправиться в психиатрическую больницу, потому что он меня совершенно не слушался. Я не могла с ним справиться. Что, кому вы сейчас это говорите? Мы знаем его с самого начала, мы знаем его изначально, когда мы к нему пришли. Мы видели, какой это человек. Он был достаточно спокойный и хорошо себя вел, был любезный с нами. Ну, потому что его пролечили, наверное, в больнице. Пролечили? В смысле пролечили? А вы не думаете, что, наоборот, из него могли сделать больного? Ну, я доверяю врачам. Кому? Вы доверяете в психиатрической больнице? Ну, а почему же нет-то? Для чего она не существует, эти больницы? Для чего она существует? Да. А сколько раз вы были в психиатрической больнице? Ну, один раз меня туда пустили. Один раз вы были? Да. А мы были сколько раз, наверное, 45? Множество. Вы приходили к моему внуку? Мы приходили к вашему внуку. Как вы думаете, почему вы тут сидите? 45 раз? Нет, ничего. К нему, к разным. Мы общались с пациентами. И дело из этого вывода, не на пустом слове я это говорю, мы видели множество пациентов, которых врачи и вот эта психиатрическая больница как раз и сделала больными. И это еще мягко говоря. Ну, вообще, я тогда не понимаю, для чего у нас психиатрические больницы созданы. А для чего вы тогда не понимаете, не заброшу ситуацию, даете его в психиатрическую больницу? Ну, потому что, наверное, там работают врачи, у которых специально позавали. Что вы увидели в нем такого отклонения? Где? Я не буду с ним справиться. Вы понимаете, он меня не слушался. Я ему говорю. Из-за этого психушку отдавать? Ну, потому что у него какие-то неадекватные были. Юра, ну что вы замечали в нем? Какие отклонения у него были? Он злоупотреблял алкоголем. Это правда, Юра? Пожалуйста, спросите. Юра, ты слышал вопрос? Да? Я только не ответил. Да. Юра, скажи, пожалуйста, ты хотя бы раз употреблял спиртные напитки? Нет. По-моему, это правда. Это неправда. В смысле неправда? Ну, вот, понимаете, я не могла с ним разговаривать. Он со мной не хотел разговаривать. Вот, понимаете, сейчас он такой добрый, хороший. А на меня он злился, ругался, кричал. И я боялась его просто. Поэтому вынуждена была отправить его в психиатрическую больницу. И его там приняли, да? Да. Давайте пойдем к следующему вопросу. Юра, скажи, пожалуйста, ты боишься свою бабушку? Да. Да, и это правда. Почему он меня боится? В смысле вы не понимаете? Я растила его с самого рождения. В чем? В психиатрической больнице его растили? Нет. Он прожидел там 2,5 года. Подождите. Я растила его все время, потому что у него родители погибли. И он был нормальным, хорошим мальчиком сначала. Но потом наступил, наверное, вот этот период, 14-15 лет, который называют переходным. И он стал вообще неуправляемый. Он не стал грубить. Отлично. Отлично. Для этого есть столько существует педагогов, дальше кружков и так далее, чтобы исправить ребенка и выйти из этого психологического кризиса. Но нет. Легче же просто сдать его в психиатрическую больницу. Где вы видели, пожалуйста, скажите, что бы. Если у них, у родителей менялись отношения к своим детям, чтобы они их сдавали в психиатрическую больницу. Но родители моложе, а я все-таки в возрасте женщина. Я не могла с ним справиться. Я сейчас предлагаю немного понизить уровень эмоций и продолжить проверку. Если вы не против, конечно же. Да, давайте. Да? Да. Ты боишься вернуться в психиатрическую больницу? Да. Да, это правда. Юр, расскажи, пожалуйста, вот сейчас, что ты чувствовал нашим зрителям, чтобы они... Вот сейчас просто вникнитесь немножко, просто вот опустите сейчас руки, ничего не делайте, просто послушайте. Юр, пожалуйста, расскажи, и чтобы бабушка понимала, что происходило там. У меня было две футболки. Две футболки у тебя было? Всего. Я не знал, сколько это было. На третий день у меня санитар отнял футболку и просто начал мыть пол ей. Футболки? Футболкой. Он сказал, что у него не было тряпки. И думаю, я не обижусь каждую секунду, проведенную в этой больнице. Ненавижу. Я никогда не хочу больше возвращаться туда, потому что этого я не советую никого пережить. А как обращались санитары вообще к психбольным? Они не считали их своими людьми. Чего никого не считали людьми? Моих сакамер. И тебя тоже не считали? И меня тоже не считали. Никого. Они нас ненавидели. И как, нормально, скажите, пожалуйста? Нет, ну а зачем люди идут работать санитарами в психбольницу, если они ненавидят больных и так к ним относятся? Что это такое? Почему вы сейчас строите себя из того, что вы ничего не знали, перед тем, как отдавать, могли бы изучить разные психиатрические больницы? Есть хорошие психиатрические больницы. Там, где мы были, это была настолько ужасная психбольница, где почти ничего не было. И санитары, и все остальные относились к ним реально, мягко говоря, не очень. Понимаете, меня в эту психбольницу не пускали. Так как же, мы не пускали, если вы отдали туда ребенка? Так только вот в регистратуре и в этом, в зале. Были приемы. Почему ни разу к нему не приходили? Мы спрашивали, ни разу к нему не приходили. Потому что у меня не было денег, чтобы носить ему передачи. А зачем передачи? Просто увидеться, для этого нужны деньги? Ну а как прийти с пустыми руками? Я не знаю, в больницу ходят все время с какими-то фруктами, овощами. Для этого есть разговор с человеком. Это может для него было самое важное. Когда мы пришли к нему, когда мы с ним просто общались, он смотрел через это окно с решетками. И ему больше нифига не нужно было. Мы ему принесли маленький этот Чугопай. Сколько это было? Полгода назад. Маленький, ты помнишь маленький Чугопай, Нестик? Вы знаете, как он был рад? Он был даже не больше рад этому, а просто разговором нашим. Ну вот понимаете, он с вами разговаривал, а со мной он не хотел разговаривать. Я начинаю с ним разговаривать, он мне говорит, отстань, не подходи ко мне. Бабушка, бабушка, все это бабушка. Я не верю. Ну-ка, а почему? Мы проверим. А мы проверим. Когда ты был в психиатрической больнице, над тобой там издевались врачи? Да. Ты можешь вспомнить хоть одну на скидку ситуацию? Это правда? Да, это правда. Как могут врачи с высшим образованием, которые давали клятву Гиппократа, издеваться над пациентами? Это мнение Юра. Он считает, что издевались. Мне кажется, что он придумывает. Придумывает? Да. Юра, скажи хоть одно на скидку. Что было такое, что тебя обидело? Если я подошел бы к санитару, попросил бы у него что-нибудь, ему бы не понравилось, он мог не давать мне еду. Обед. Завтра. И так могло быть несколько дней. То есть за любые какие-то моменты, которые не нравились воспитателям, ну, санитарам, вас лишали еды, не только тебя, я понимаю, и вообще множество других ребят. Ну, это какое-то Средневековье. Средневековье? Да. Ну, вы же отправили. Наказывает пациента за то, что он болен. Я не буду слушать. Продолжим. Продолжаем. Находясь в психиатрической больнице, ты выкидывал таблетки, которые тебе там давали? Да. Выкидывал. Да или нет? Да. Да, это правда. А зачем ты это делал, скажи мне? Тебя положили туда лечиться, а ты выкидывал... От чего лечиться? От того, что он себя вел неадекватно. Как неадекватно он себя ведет? Ну, сейчас он нормально себя ведет. Но раньше, я говорю, я не могла с ним справиться, вы понимаете? Ему уже 18 лет, он закончил школу. Вы готовы ответить перед детектором на это? Мы испорчим вас, адекватно он себя вел или нет. Когда ты лежал в больнице, тебе было обидно от того, что к тебе не приходила бабушка? Да, правда? Я вообще не понимаю. Когда мы с ним жили вместе, он вообще не хотел меня видеть, ни с чем не считался, обзывал меня по-всякому, ругался на меня. А в больницу, видишь ли, он тосковал по мне. Ну, это же разные ситуации. Вы понимаете, я так от него устала, что я просто хотела отдохнуть от него. И не хотела его просто видеть. Скажи, пожалуйста, находясь в больнице, у тебя там были друзья? Нет. Ну, судя по всему, это правда. Больница, наверное, не то место. Я почему тебя не могу вообще? Со мной был один высокомерник. Он был не странным. У него была курочка. Куропатка. Курочка. Это птичка такая. А борода-то такой, да? Я не помню уже сейчас. Он постоянно менял свой настроение. Как будто сейчас он добрый. А через полчаса уже бьет стену. Мне было страшно за свою жизнь. Я боялся, что он пробьет эту стену. Он часто кричал? Да. Я понимаю копию. Но где же были тогда санитары, которые отправили моего внука в палату, а тех, кто был буйный, оставляли вместе со всеми людьми? Там четыре сектора. Все санитары находились в главном секторе. Потому что там были более комфортные условия. Сектор, где они были, это было двухэтажное здание. Где условия были ужасные. Санитаров, они туда приходили только чтобы дать еды. Датное дело, а вход охранник, это единственное, кто мог за ним посмотреть, и что у них, и как. Если бы даже это невозможно, если бы даже он пробил бы стену, никто бы этого даже не заметил. Нет, а если мой внук его только пихнул в спину санитара, и он его отправил в палату одиночную. Где же справедливость? Я вообще не понимаю. А где справедливость, что вы отдаёте? Ну, хотелось бы, чтобы была справедливость. Чтобы врачи, санитары работали и любили свою работу. И помогали людям, которые там лежат. Я вас не понимаю. Я вас честно, я вас не понимаю. И поэтому... Заказы к Москве мы отправляем лично, сами. Саним. Саня, как всё красиво, по-моему. С нашими досписями. Здравствуйте. Что же откроют? Уже готово. Они не знают, что... Они не знают, что мы повезём. Понимаете? Они думают, что это сделают курьеры. Вот. А тут Пикасса и автор канала. Давай. Когда звуки... Здравствуйте, это доставка. А мы в Кате. Здравствуйте. Добрый день. Натюша, так тебе. А мы здесь. Ну, тут постоим. Привет. Здравствуйте. Это тебе. Я ставлю тебе вот кофр. Спасибо. Самое приятное, это видеть ваши эмоции. И нам самим приятно видеть ваши эмоции, поэтому заказывайте, мы лично привозим. Первые 10 заказов, кто первый закажет на сайте, мы привозим из Москвы, именно люди привозим лично сами. Поэтому спасибо. Ребят, а ещё у нас проходит конкурс на нашу фирменную удобную худи. Что вам нужно сделать? Просто поставьте лайк под этим видео, написать в комментарии, почему нравится наш бренд. И подписаться в Инстаграм нашего магазина, Парадигма. По промокоду Парадигма вы сейчас на сайте, ссылка в описании на магазин. Вы можете приобрести эту кофту на... Сколько-то на полторы, на тысячу рублей, на полторы тысячи дешевле. Я предлагаю вам замениться и сейчас спросим вам. Юра задаст вопрос, который его интересует. Вы мне такое сказали, что мне даже плохо стало. Если всё было так, как рассказывает мой внук, то это ужасно. Итак, мы настроились. Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, вы умышленно отправили Юру в психиатрическую больницу, несмотря на то, что могли отправить её в какой-то санаторий? Нет. Я считаю, что это ложь. Специально отправили его именно туда. Это неправда. Ну а как можно так случайно оставить вопрос у меня к вам? Как его случайно, так можно отправить туда? Типа, вы же прекрасно понимали, в какое место он идёт. Ладно, может быть, не до конца понимали то, что там внутри происходит, но то, что это психиатрическая больница, а не какой-то там лагерь или, не знаю, или интернат. А то, что это психиатрическая больница. Я не могла его отправить никуда, ни в лагерь, ни в санаторий, потому что у меня не было денег. Я пенсионерка. Как я могла его на свою пенсию отправить куда-то за деньги? А в психиатрическую клинику можно было без денег отправить. Я просто устала от него. Вы понимаете? Меня просто поражает то, что сейчас происходит. Я просто не могу поверить то, что вы сейчас говорите. Вы знаете, сколько мне лет? Мне уже хочется пожить спокойно для себя. А с ним это невозможно было. Зажайте, пожалуйста, вопрос. Правда, что из-за денег меня отправили в психушку? Людмила Васильевна, вы понимаете, о чем вас хотят спросить? Да. Все эти вопросы понятно? Готовы? Да. Так, Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, вы действительно отправили Юру в психиатрическую больницу, потому что у вас не было денег на его содержание? Да. А я считаю, что это ложь. У нас дедектор лжи, он неправду говорит. Потому что откуда у меня могут быть деньги? Я пенсионерка, мне уже много лет. На пенсию я могу его содержать? И отправить куда-то? В санаторий или еще куда-нибудь? Ну, я не знаю, тут, мне кажется, уже нужно заканчивать. Я не знаю, Юра, у тебя есть что-нибудь еще спросить? Да, есть. Уже все очевидно, все понятно. Брат, ты любишь меня? Конечно, люблю. Задайте, пожалуйста, вопрос. Да, можно как-то еще есть? Да, давайте, с помощью аппарата попробуем. Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, вы любите Юру? Да. А я считаю, что это ложь. Ну, почему это ложь? С таким отношением, понятно, в принципе? Я просто устала от него. Могу я отдохнуть хоть немножко. Я старая женщина уже, я рощу его много лет. И раньше было все хорошо. А последнее время он себя плохо вел. Не, я предлагаю просто закончить на этом, потому что, ну, тут все явно уже понятно. Юра, я думаю, ты тоже убедился, что отношения к тебе, к твоей бабушке и как бы все. Я так понимаю, вы хотели пожить для себя. Конечно. Вы уже устали. Хоть остаток жизни я могу для себя пожить. А как-то по-другому можно было тогда? Ладно. В принципе, все понятно. Юра, у тебя есть что еще задать? Да. Ба. Ты видишь меня? Без детектора только. Да. Это божь. Вот, видите? Юра. Что без этого? Я этот стол сломал бы сейчас. Я надеюсь, все выводы сделали. Как бы, вы извините, если все, ну, то, что произошедшее здесь как-то вас огорчило, но нам надо было как-то узнать. Потому что множество людей тоже волновало это, в эти вопросы. Нас посмотрело этого мальчика около трех миллионов людей. И интересовались до сих пор, что и как. Им тоже было интересно. Если что-то у вас наладится, я надеюсь, что у вас наладится. Вы сами на это согласились. Если у вас что-то наладится, попытайтесь ему уделять не шоколадки, не что остальное, а выделять ему просто время, просто разговор. Я думаю, мы на этом закончим. Я думаю, лучше горько-правда, чем сладкое уж. Все, пока-пока.